Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Дневной разворот в Кирове продолжается. Второй час, и мы возвращаемся. Юлия Афанасьева и Александр Асохин по-прежнему в студии. Здравствуйте еще раз. Ну что, переходим ко второй теме. В Кирове стартовал пятый сезон пешком по вятке. Практически, можно сказать, полуюбилейный. И у нас в гостях Антон Касанов, историк, один из авторов проекта. Антон, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что, у нас в связи с этой темой также опрос на нашем сайте eho.kirova.ru и в группе ВКонтакте. Сейчас я смотрю предварительные результаты на странице ВКонтакте. Экскурсии по Кирову вам интересны или неинтересны? Большинство, 57%, высказываются за вариант интересный. Ну хотя, поначалу, там, на первый час было больше все-таки около 70. А на сайте у нас произошла какая-то метаморфоза, потому что час назад большинство проголосовавших были за вариант интересный, а сейчас ситуация поменялась. Посмотрим в конце эфира. Может быть, какие-то ваши конкуренты решили? Враги. Ну что, стартовал пятый сезон, и уже состоялось у вас две прогулки. По каким улицам, по каким районам уже успели прогуляться? Вообще у нас уже сложилась такая традиция, что каждый сезон у нас стартует прогулка по улице Герцена. То есть мы так начинали предыдущие несколько сезонов. И в этом году тоже решили не изменять тем традициям и обычаям, которые уже у нас сформировались. И вот сделали первый прогулок в прошлую субботу как раз по улице Герцена. Несмотря на то, что погода была не самая теплая, и вообще все очень быстро колебается, меняется. Ну, пришло много народу, почти 90 человек. И все прошло очень хорошо, душевно, и на самом деле очень здорово. То есть долго уже не было прогулок. С сентября месяца, и вот тут снова мы окунулись в эту атмосферу. Было здорово. Ну и плюс в воскресенье мы еще гуляли по району бывшей Семеновской площади, и тоже было здорово. Там уже было тепло, такая тоже хорошая атмосфера. Так что вот на этой неделе продолжим. Мы в дальнейшем, у нас там уже есть расписание на май, и будем гулять дальше. Всего у вас 15 прогулок. Вот сейчас я... На данный момент, на данный момент... Ну, это старых 15 прогулок, да? Вот сейчас я смотрю на сайте пешкомповятки.рф, либо вятковолкск.ру, прогулка по южной части Вятки, это вот как раз, о которой вы сейчас рассказали, прогулка по Спасской, по Володарского, по северной части и южной части Октябрьского проспекта. Это две отдельные экскурсии. По Московской, Карломаркса, Ленина, Преображенской. Экскурсия Вятка архитектора Ивана Чарушина. Это по объектам, которые были возведены благодаря Ивану Чарушину. Это примерно какой район, для понимания? Ну, вообще, это достаточно большая прогулка. Она идет от филармонии и заканчивается у храма Иоанна Претечи. Это наша самая большая прогулка. Она идет почти 2,5 часа. Улица Свободы и улица Казанская. Вот эти все 15 прогулок, но ожидаются еще и новые. Вроде куда идти? Все исследовали. А куда идти? Ну, есть несколько направлений новых прогулок. Во-первых, дело в том, что еще не весь исторический центр мы исходили, потому что мы попытались построить его изучение по принципу изучения улиц, то есть пройти именно по всем улицам. Вот у нас еще осталась улица Орловская, там часть улицы Свободы. Вот мы планируем на Орловской сделать такую достаточно большую прогулку. Где она пройдет? От Карла Маркса и до Ленина. Вот этот район и заканчивается на юге улицы Воровского. То есть вот этот район сделать в качестве прогулки. Уже в прошлом году мы его изучали немножко, вот сейчас продолжаем. И еще одно новое направление – это заводские районы. То есть в прошлом году уже мы вышли за пределы старого города, за пределы Гласиса, так называемого. И вот сделали прогулку по Октябрьскому проспекту и по тем районам, которые его окружают. Там была и дореволюционная история, и советская, и даже новая. И поскольку действительно, как ты правильно сказал, что Октябрьский проспект он очень большой, и весь его пройти за короткий промежуток Криви не просто невозможно, то мы и разбили эту прогулку на две части – на юг и север. И таким образом у нас получилось сразу две прогулки по Октябрьскому проспекту. Но уже можно сказать, что там 50 на 50. Дореволюционная и советская. Ну и очень много раз и на эхе Кирова, Александр Доронин мне звонил постоянно. Причем ему искренне было интересно, потому что он родился на Лепсе, и ему очень хотелось сходить на прогулку по Лепсе. И сначала я воспринимал это как шутка, как веселый троллинг. Но на самом деле, если говорить серьезно, то эти районы Лепсе и Филейка, они всегда меня привлекали своей эстетикой, потому что у меня есть очень много интересных советских зданий, именно в архитектурном плане, в скульптурном даже плане, потому что на площади Витек, кстати, самый потрясающий памятник Ленину. И таких памятников, на мой взгляд, и в России на постсоветском пространстве не так уж и много. Но это нюанс, это одна из составляющих будущих маршрутов. То есть по Лепсе и по Филейке мы обязательно сделаем. По Лепсе, скорее всего, уже будет в июне месяце прогулка. Причем так активно готовимся. Я даже сходил на экскурсию, которую организовал завод в рамках марафона «Добрая вятка». Замечательный, кстати, марафон, когда каждый год ребята делают какие-то добрые дела, акции. И вот они организовали экскурсию по Лепсе. Ну, больше с уклоном на историю завода, конечно. Тем более, что они сами работают на заводе. А мы в прошлом году как раз с «Добрая вяткой» писали методичку о том, как реализовывать экскурсии. Мне было интересно посмотреть, как они это делали. И они на основе этой методики? Ну, в том числе, я думаю, что и так. Но надо сказать, что у них на заводе написана замечательная книга по истории предприятия. И они основывались на ней. Мне очень эта экскурсия понравилась. И я подумал, что надо и саму тоже делать. К тому же, на экскурсии я познакомился с многими старожилами. И в итоге, вот, сейчас тоже эта экскурсия рождается. И еще есть пара маршрутов, которых мы планируем тоже сделать, но уже на вторую половину лета. Вот, что касается района Лепси. Эта история больше касается периода советского или в том числе и дореволюционного? То есть, понятно, что этот район ассоциируется с заводскими предприятиями, которые в том числе образовались в 30-е, в 40-е годы, какие-то переехали. И вся эта застройка тех времен. Но понятно, что там были какие-то, наверное, и слободы раньше. Ну, там есть все понемногу. И мне это больше всего нравится, когда идет прямая историческая параллель от дореволюционной эпохи к советской, к ранней советской, к 20-м, 30-м годам и послевоенной. И протягивая эту нить, мы упираемся и в современность. Поэтому там есть и дореволюционные какие-то мотивы. Они связаны, например, со Слободой Халкигдонова, где располагалась уже тут легендарная архиерейская дача, очень красивая, деревянная, с потрясающей резьбой. И, в принципе, к этой даче имели прямое отношение архитекторы Ивана Плончича Рушина. Сергей Лобовяков был там попечителем воскресной школы. И про эту дачу мы подробно писали в нашем путеведении «Счезнушая вятка». И этой дачей мы планируем либо начать, либо закончить. Но, конечно, особый акцент хотелось бы сделать на архитектуре района, потому что у нас ведь зачастую есть стереотипное представление о том, что история – это что-то очень старое, что-то 18-й век, 19-й, это модерн, начало 20-го века. А к советской архитектуре отношение такое зачастую достаточно пренебрежительное. Но я не являюсь сторонником такого подхода. Я считаю, что наоборот. Город нужно изучать в комплексе, всецело. И очень много зданий, построенных в советский период времени, как довоенный, так и послевоенный, они очень-очень представляют большой интерес. То есть, например, памятники конструктивизма, немногие сохранившиеся здесь, они раскиданы по всему городу. И на лепсии есть здание, здание под часами, так называемое, дом под часами, корпус предприятия Кудшо, как раз очень интересный конструктивистский памятник, построенный в конце 20-х, 30-х годов. Ведь и в городе такого практически не найти, да, то есть у нас от конструктивизма остался фактически там главпочтамп и заводское предприятие тоже Кудшовское на углу Герсона и Карломаркса. И дальше, гуляя по этому району, там встречаешь много-много всего интересного. Здание с удивительной архитектурой, конечно, находятся они не в самом лучшем состоянии, но, может быть, такие мероприятия не помогут обратить на это внимание, потому что у нас есть ребята-энтузиасты, Саша Осипов, который много говорил про это и раньше, и говорил, что нужно обращать внимание на все архитектурные памятники, в том числе и на памятники советского периода времени, и на архитектуру уже Брежневской поры, потому что вот этот период 70-х, 80-х годов тоже сейчас популярен, и в Москве, и в Петербурге, и в других городах ему уделяется особое внимание. Ну, здание Докородина, оно действительно очень интересное, тоже новое здание и старое здание, да. Налепся огромный сон легенд, связанных с архитектурой послевоенной, с тем, что в строительстве здания участвовали немецкие военнопленные, вот этот немецкий след там, да, то есть, опять же, продолжение, вот этой реминесценции ссыльной вятки и так далее. Поэтому много всего интересного, я надеюсь, что маршрут получится достаточно любопытный, и вообще просто побродить по этому району мне всегда было интересно, потому что у меня отец уже там всю жизнь работает, и на улице Гайдара. И тоже там какие-то маленькие нюансы, которые там замечаешь, заставляют задуматься о том, куда течет время, потому что буквы, из которых составляли раньше афиши парикмахерской, из кинескопов, да, вот эти, уже в центре города мало, где встретишь, где-то они находятся, но не в таком количестве. На Лепсе все это есть, да, то есть какая-то лепнина на зданиях. Я гулял тут, я увидел, что у одного сталинского дома лежит в нише, внутри, как бы, ниша, которая находится внизу, обломки лепнины, которые, видимо, отвалились от здания, и мне стало, конечно, достаточно печально, потому что лепнина-то очень интересная, и у каждого ведь здание оно достаточно оригинальное, и интересно было бы найти, кто архитектор, да, там, кто строил, конкретно в каких годах, да, вот, и я надеюсь, что, ну, с этими задачами мы справимся и сделаем такую достаточно информативную. Когда стоит ожидать уже экскурсии на Лепсе и на Орловской, как понимаю? Ну, на Лепсе и Орловской это все будет в июне. В июне. А остальные экскурсии будут уже ближе к середине и концу лета. То есть, а вот в мае у нас будут мистика и ужасы ветки. Нам сейчас нужно, да, прерваться ненадолго. Я как раз хотела после перерыва поговорить про тематические экскурсии. На перерыв небольшой мы сейчас уходим, и через минуту вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Дневной разворот. Продолжаем мы говорить про старт пятого сезона Пешком Повятки. Уже состоялись две прогулки. Всего пока что 15. В июне ожидаются новые. И во второй половине лета также новые. Да, и в студии у нас Антон Касанов, один из авторов проекта Пешком Повятки. Антон, стартуют у вас тематические экскурсии, в частности, мистика и ужасы вятки. Расскажите пару слов о ней. На самом деле, мы тематические какие-то прогулки, мы изначально их особо не делали. То есть, мы по улицам строили наши маршруты вдоль старых площадей. Но в прошлом году мы сделали по Ивану Павловичу Чарушину, и получилось, что это одна из самых многопосещаемых прогулок. На нее все время собирались такие огромные аншлаги. Несмотря на то, что раньше мы думали о том, что, наверное, люди в жару летом не очень готовы ходить долго. Долго ходить. Тут получилось наоборот, что с удовольствием ходили 2 и 2,5 часа. Мы подумали, что тематические наши прогулки тоже стоит продолжать. И вот родилась идея с мистикой и ужасами вятки. Да, поскольку не все удается включить. Стандартные маршруты какие-то, прогулки по улицам. И вот эти все наши знаменитые байки, эти сплетни, пересуды, мифы, так сказать, рукотворное и нерукотворное, все туда вложить, переработать. Ну, естественно, через авторский взгляд тех людей, которые это все делают. То есть нас и Стасом. Поэтому такое мы тоже хотим сделать обязательно. В принципе, этот маршрут уже практически готов. И скоро мы анонсируем, когда начнутся первые прогулки. А дайте какую-нибудь звонуху. Что там будет интересного? Ну, здесь, конечно, хочется поговорить о таких самых, мне кажется, обсуждаемых всегда в городе сюжетах, связанных с подземными ходами, с подземными озерами. С какими-то домами, в которых происходили весьма нестандартные события. Как там в доме Дмитрия Чарушина, где художник рисовал 25 лет свой автопортрет и умер, не дорисовав. Потому что мне эта история с самого начала напоминала знаменитое литературное, горячо любимое мной произведение «Портрет Дариана Грея». Только там как бы получалось, что художник и портрет немножко по-другому относились. Потому что портрет старел вместо художника, а здесь они старели вместе. И, может быть, это какая-то черта русской цивилизации в этом заключается. И таких историй достаточно много. И все это раньше не получалось вот таким образом раскрыть через вот эту грань. И вот здесь мы, я думаю, что у нас здесь это получится сделать именно вот в таком хорошем комплексном виде. А примерно в каком районе это будет все происходить? Это в районе старой части города, в районе Кремлевском. Вот именно там это все будет. И это ожидается во второй половине уже? В мае. В мае уже? В мае уже? Уже сразу же в мае. Ясно. Ну, по прогулкам, я думаю, примерно все понятно. Можно только спросить о планах по тематическим прогулкам. Или, может быть, по районам также. Все говорили здесь про Версники, Половодье. Версники не планируете заходить? Павел Гнилорыбов как раз отметил этот район на прошедшем форуме исторической урбанистики. Он сказал, что ему очень понравилось. А я, например, там ни разу не был. На самом деле этот район, если без шуток, потому что нас к нему относятся иногда с какими-то шутками, прибудками. Так, на самом деле, не до шуток, когда люди находятся в плохих очень жилищных условиях. И это все очень грустно. Аварийное жилье и так далее. Но если рассматривать этот район с точки зрения социокультурной, наверное, с точки зрения историков, краеведов, экскурсоводов, то он представляет очень большой интерес. И я могу сказать, что поскольку много я работаю с приезжими, с людьми из разных регионов России, когда им показывают вид на версники с различных наших гор, там Кикиморской, Совечкиной горы, очень многим нравится. И очень многие, особенно взрослые люди, вспоминают свое детство, как они после войны жили в бараках и так далее. Хорошие ли это воспоминания или плохие? Вот это другой вопрос. То есть, вот это очень глубокое окунание в прошлое свое. Кто-то сравнивает этот район с Архангельском, с северными русскими землями. Это Венеция на Руси такая. В прошлом году у нас был достаточно интересный эпизод, потому что считается, в вересняках якобы нет истории. Но там истории есть и весьма солидные местами. То, что связано, например, с местным ипподромом. Это Игорь Багин, у него очень интересная была история, которую он мне рассказал. Дело в том, что был конь, его звали Пионер. И этот конь, он в составе упряжек участвовал в как раз скачках, и их упряжка постоянно побеждала. Этот конь, он был настоящим победоносцем. На него буквально молились все жакеи и так далее. И конь был очень нестандартным, с таким интересным нравом. Иногда мог там из ведра водки попить, еще что-то. И на каких-то соревнованиях он участвовал, и так получилось, что он скончался. И его наездники, они очень любили этого коня, им не хотелось оставлять его на чужой земле. И они тогда отрезали ему голову, привезли в город Киров. И на ипподробе захоронили ее, сделали своеобразный мемориал. Говорилось о железной голове коня Пионера. И Игорь мне эту историю рассказал. Говорит, ты знаешь что-то про это? Я говорю, я ничего про это не знаю. Даже ипподром этот особо не видел. И мы с ним сели на велосипеды. Ну, мы обычно готовим, когда прогулка красных велосипедов, объезжаем территорию. И поехали в Вересники, не зная даже, где находится ипподром старый. Мы туда приехали, и несмотря на то, что зачастую есть стереотипное представление, что местные жители, они не очень расположены к общению и знакомствам, там наоборот, там каждый второй нам показывал дорогу, что-то рассказывал, какие-то байки. Вот, мы там все записывали, фиксировали. Вот, и в конечном итоге мы нашли территорию ипподрома, которая, конечно, заросла уже репьем, и травой оттуда вывозится песок. И мемориала этого давно нет, но в одном из старых как раз деревянных бараков мы нашли семью, которая все это помнила, и помнила наездника, который ездил на этом коне. А этот наездник, он у Игоря родственник как раз. Он проживает за границей, и вот пришлось так вот даже весточку передать своеобразную. И вообще нашли в ходе общения с местными жителями много всего нового. Поэтому, наверное, и при желании можно было бы сделать и в Вересняках какую-то экскурсию. Но пока у нас в планах такого нет. Но это такая совсем экзотика, может быть, да. Но я даже не знаю, стоит ли такое делать, потому что все-таки у людей очень серьезные проблемы в жилищном хозяйстве. И, ну, это печально все, на самом деле. Кстати, в Вересняках живет вот наш швецкий модник Виктор Казаковцев. Тоже туристический объект, можно сказать, да. Да, практически, да. Если говорить про другие мероприятия, которые связаны с проектом, это в том числе различные лекции, фестивали, хотелось бы сначала вспомнить о прошедшем фестивале исторической урбанистики, на котором выступил в том числе и твой коллега, автор проекта «Моспешком», историк, москвовед Павел Гнилорыбов. Вы с ним давно сотрудничаете, и он приехал, как я понимаю, в Киров впервые. Город ему понравился, он отметил в том числе и вересняки, и филейку, и пельменную октября, диораму, костел. В общем, нашел какой-то колорит в городе, который даже сами жители порой не видят или не замечают. Как прошел фестиваль, и планируете ли вы продолжать в дальнейшем эту практику? Я считаю, что фестиваль прошел очень хорошо. Мы, как ты правильно сказал, мы дружим не только с Пашей, но и с многими другими авторами прогулочных, неформальных проектов по всей России, потому что они продолжают образовываться. И вот недавно я познакомился с ребятами из Жжевска, из Самары. То есть везде вот такое происходит. То есть это не какое-то единичное мероприятие в каких-то городах России. Это просто по всей стране растет интерес к истории, к экскурсиям, к внутреннему туризму в конце концов. С чем это связано? В глобальном понимании. Здесь есть несколько факторов вообще, в принципе, интерес к внутреннему туризму. Это и вообще поиск самого себя, своего города в среде других городов. Поиск собственного самоопределения, скажем так. С другой стороны, вообще история, она становится, благодаря многим ее популяризаторам, более какой-то модной, более интересной, потому что, если раньше она, может быть, кем-то воспринималась как такие скучноватые уроки и школьные программы, то теперь появились очень хорошие популяризаторы. На меня, например, оказало мощнейшее влияние Леонид Парфенов с его передачами, телевизионными, которые он продолжает, в принципе, снимать. А вот какие-то еще вот такие персонажи. И поэтому получается тренд. Ну, плюс ко всему, конечно, рост интереса к внутреннему туризму вызвали и геополитические какие-то события, связанные с частичной изоляцией российских туристов от ряда стран. Ну, и плюс ко всему, те изменения, которые случились в экономике, когда многие люди не могут себе позволить поехать в Европу, еще куда-то, стали больше путешествовать по России, потому что есть дешевые туры, и люди могут на уикенд скататься в Казань, ешь в Каралу, в Нижний Новгород, еще куда-то. И почему бы нет? На самом деле, это даже очень нехорошо. Вот такая переориентация. На самом деле, я вспоминаю часто, что еще несколько лет назад разговоров таких о внутреннем туризме предметных и не было. То есть, это возникло совсем недавно, это начало развиваться. И развиваться сверху и снизу. То есть, и стремление государства каким-то образом обеспечить турпоток совпало с стремлением отдельных энтузиастов, любящих свои города, и эти проекты стали расти как грибы. И если говорить про фестиваль, то, конечно, мы зимой и в миссезонье не можем делать прогулки, такими, какими мы хотели бы и сделать, потому что погода не позволяет состоянию дорожного полотна, асфальта и вот эти наши коммунальные проблемы. Ну, а вот в этот период времени самое лучшее, это, конечно, где-то собираться в хорошо отапливаемых проветриваемых помещениях и делать какие-то лекции, фестивали, привозить спикеров. Раньше мы никогда не привозили спикеров. Но Павел как раз и находился в туре, он ездил в Самару, он выступал там на собрании местной общины «Лютеран». То есть, у них была очень большая конференция, посвященная немецким вопросам, вопросам вероисповедания, истории лютеранской общины. Сейчас тоже происходит возрождение, можно сказать, этих вопросов. Еще какие-то города, то есть, его приглашают, он читает лекции, и к нам он тоже решил заехать. И в дальнейшем мы планируем тоже, может быть, привозить каких-то таких людей, которые обладают серьезными компетенциями. И, что очень важно, которые могут зажечь аудиторию энтузиазмом, которые могут простыми человеческими словами, без каких-то там специальных терминов и без каких-то сложно подчиненных предложений, рассказывать зачастую о сложных делах. Потому что вот это мне очень нравится, это именно популяризаторская работа. Это вот то, что там прошло из первых фильмов Парфенова, или там в Петербурге Лев Лурье этим занимается, замечательно проводит экскурсии, передачи снимает и так далее. — Может быть, есть уже наметки по спикерам или по темам, которые стоит поднимать? Или вот сейчас прошел фестиваль, и где-то потом это будет? — Ну, это как вектор, как вектор развития, потому что все равно люди спрашивают, люди интересуются, будет ли вы делать что-то еще, когда можно прийти. Вообще, надо сказать, что феномен интереса к лекциям, он мне очень интересен, потому что никогда я не помнил такого, чтобы как последние годы, так много людей ходило на лекции в городе Кирове, на самые разные лекции. То есть мы ходили, например, как-то недавно в театр на Спасской, там лекции под лестницей проводятся, Екатерина Рябовой и Степана Пектеевым. И несмотря на то, что темы там были сложные, связанные с персоналиями женщин, режиссеров и так далее, там к 8 марта, но был полный зал, и такие люди, которых я даже многих не знал никогда в лицо и не видал. То есть интерес очень большой. Я вспоминаю, в прошлом, кажется, году приезжала Ася Казанцева, популяризатор науки. Год назад как раз, ровно год назад. На этой лекции в галерее прогресса, где я опоздал, и я не мог найти даже элементарно, куда присесть, потому что было огромное количество людей. И это показывает, что спектр интересов кировчан намного выше и намного содержательнее, глубже, чем это принято представлять. То есть этот город, он имеет очень глубокий потенциал, очень большой интерес, и стоит этот потенциал удовлетворять. И даже, я знаю, что какие-то серьезные промоутеры, которые привозят артистов, они стали ориентироваться зачастую и на интеллектуальную публику. Ну, ты не дашь соврать, что приезжал недавно Алексей Никонов, поэт, и он собрал полный зал. Там даже такой персонаж, как Аха Стахова, собрала два полных зала в прошлом году. А вот, например, в Чебоксарах, как мне рассказывал Виктор Огородников, она там особо не собрала народу так много, как в Кирове. Это показывает, что в Кирове действительно люди готовы, им интересно это. Поэтому раз им интересно, стоит это сделать. Есть запрос, да, на интеллектуальный формат досуга? Да, действительно, запрос такой есть. Если раньше, может быть, больше какой-то был даже развлекательный, то сейчас все больше каких-то интеллектуальных вот таких вот событий происходит. И я считаю, что это очень здорово, это очень хорошо. Это показывает, что у города большой потенциал. Нам сейчас нужно уйти на небольшой перерыв. Да, после этого мы вернемся к проекту «Пешком повятки» Антону Касанову. На рекламу сейчас уходим и через пару минут снова в студии. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Юлия Афанасьева и Александра Сохин. Говорим мы про пятый сезон «Пешком повятки». И в перерыве сейчас поговорили в том числе и про туристический потенциал или, как можно сказать, про туристические возможности региона. Как раз здесь было открытие туристического сезона летнего. Ну и вот Юля интересовалась, что же с районами у нас. Да, вот в плане развития «Пешком повятки» либо, может быть, у Антона есть свой личный интерес. В наших районных центрах, таких как Советск, Рябово, Уржум, есть много достопримечательностей интересных, про которые мы, живя в Кирове, в общем-то не знаем. А сейчас, поскольку тема внутреннего туризма очень актуальна, и наше правительство старается это всё развивать, но почему-то мне кажется, что на местах, в районах делать это некому. То есть популяризировать некому, нет там людей, которые могут интересным, живым языком рассказать и зажечь людей своим энтузиазмом, чтобы это была не скучная двухчасовая экскурсия по музею, где все заснули. Вот, Антон, есть ли у вас некий свой внутренний интерес, либо вы чувствуете запрос от людей на экскурсии в районы? Ну вот я не могу выступать сейчас экспертом по районам, потому что на самом деле я такой житель городской, и мало где я был в районах, к сожалению, так получилось, потому что туристический сезон, у меня сфера интересов всё-таки находится здесь, в городе Кирове, но в этом году действительно мне очень бы хотелось поездить, потому что на самом деле потенциал у Кировской области колоссальный, и старые уездные центры наши, они действительно очень интересные, и там есть много всего любопытного. К тому же им вот это вот тоже сложный феномен, да, что денег не было, и поэтому там не построено много новых вычурных зданий, которые не имеют никакой ценности, и приезжая в любой районный вот такой вот центр, вы строите хороший, зачастую аутентичный архитектурный ансамбль из прошлого, поэтому путешествие по машине времени в 19 век в контексте развития туризма, оно весьма-весьма перспективное. Я не могу утверждать, что там, не могу согласиться с тем, что там нет каких-то энтузиастов, безусловно, они есть, и проблема зачастую заключается в том, чтобы их найти, и, может быть, чтобы каким-то образом им помочь. Вот это очень важно на самом деле, потому что я тоже знаю, что есть разные люди, разные краеведы, хотя и проблема обновления тоже есть, потому что понятно, что город, большой город, он высасывает ресурсы у более мелких городов, и люди переезжают в областные центры, и дальше в миллионники там и так далее, и такая проблема, конечно, есть, но она, мне кажется, она решаемая, а самое важное, что интерес, интерес к этому тоже наблюдается, и туроператоры, они на самом деле делают экскурсии, может быть, не так они хорошо распиарены, да, но экскурсии проводятся, и люди ездят и в Слободской, и в Советск, и я очень бы хотел отменять работу в Слободском, потому что там как раз сотрудники музея, они поучаствовали очень активно в грантовых конкурсах, и в прошлом году выиграли грант на как раз поддержку их туристического проекта, в прошлом году мы ездили в Слободской, и то, что я там увидел, организация экскурсий, организация мероприятий, туристическая навигация по городу, там переехал музей из церкви, как это было раньше, в хорошее благоустроенное купеческое здание в середине города, в Слободском мне очень понравилась, как сделана работа, какая была проведена колоссальная работа, с учетом всех новых технологий, потому что в Слободском можно строить и таблички с QR-кодами, и столбы туристические там прачка есть, и кое-какая инфраструктура там все-таки есть, хотя проблем там очень много, и одна проблема там заключается в том, что на табличку, на столб туристический с туристической навигацией там повесили баннер с рекламой кинотеатра. Вот я это понять до сих пор не могу, зачем это сделали, потому что все-таки есть место, где можно рекламировать, а есть место, которое предназначено для туристов. Если мы как бы ждем туристов, то нужно это различать. Ну, Центр развития туризма, насколько я знаю, сейчас занимается этим вопросом, но почему-то вопрос решается достаточно сложно. Что касается нашего интереса, то мы бы хотели потихонечку тоже делать какие-то такие форматы пешком поведки, экскурсии в недалекие какие-то, недалеко располагающиеся от города Кирова районное центро. Наверное, в этом году мы сделаем Слободском, тоже таким же образом, как мы делаем в Кирове пешком поведки. Если у нас получится все это сделать, то сделаем и дальше. Но, опять же, это как бы как вектор развития. Я все-таки считаю, что, наверное, местные какие-то энтузиасты, они тоже могут все это организовать. И, кстати, в рамках марафона Добрая Вятка я посмотрел там вот во многих каких-то городах, городках маленьких, делаются экскурсии, люди ходят, это самое важное, что они ходят. К тому же у нас есть такие замечательные места, как Лальск, например, который в этом году участвует в конкурсе. Но туда добраться нужно для начала. Дай бог, чтобы он победил. Может быть, это поможет привлечь какие-то федеральные субсидии на поддержку инфраструктуры этого города. И тогда, может быть, еще получится какой-то вектор. Я хотел бы просто еще сказать, что развитие внутреннего туризма, которым толком не занимались долгое время, это все-таки сложный процесс. И странно ждать, что вот сейчас по щелчку пальцев все начнется. То же самое касается людей. Люди долго раскачиваются, но как раскачаются тогда, бывает, что не остановить. Поэтому я думаю, что если все будет сохраняться, вектор будет сохраняться так, как сейчас, то можно ждать и интересов снизу, и каких-то интересов и сверху. Но, конечно, есть много проблем. Я помню, что Георгий Ильич Барменов, когда занимался развитием туризма, он сейчас к этому косвенно имеет отношение, как министр. Он говорил, что проблема там еще заключалась в том, что один человек в районе, он занимается и молодежной политикой, и спортом, физкультурой, и туризмом и так далее. И это говорит о том, что ресурсов маловато, конечно, само собой, ресурсов маловато. Если говорить про инициативы снизу и реакцию сверху, некоторое время назад власти стали вроде как заинтересованы относиться к мнению общества в плане градостроительной политики, и появилась у нас некая граница исторического поселения, до конца непонятно все-таки, что это дает нам. Запретили строить в центре относительно, в кавычках, запретили, потому что понятно, что если разрешение уже выдано, то построить, в принципе, можно. Острота градостроительного вопроса, она спала, по твоему мнению? Потому что вы и организовывали и митинги, и активно выступали по различным вопросам градостроительной политики города. Ну, в последнее время, может быть, нет таких скандальных каких-то историй, которые были пару лет назад, но в целом количество тех вопросов и проблем, которые есть, оно действительно колоссальное. Я думаю, не случайно был создан совет при губернаторе, и Министерство культуры тоже, в принципе, находится в фокусе решения этих проблем. Я не сторонник все мазать черными или белыми красками, но проблема есть очень серьезная, которую нужно каким-то образом решать, и они касаются самых разных вещей, и точно застройки, и сохранения историко-культурного наследия. Какие-то низовые инсиативы нужно обязательно поддерживать полезные. То есть, например, ко мне ребята, археологи, обратились, то есть у них офисы находятся рядом с домами Лебедева на улице Терендеева. Там эти дома обладают потрясающей лепниной, но они признаны аварийными, и уже мы ничего не можем сделать, их снесут. Но мы предлагаем такой компромиссный момент, связанный с тем, чтобы эти наличники хотя бы сохранить и отдать в музей. Причем я вот ходил на открытие туристического сезона, встречался с некоторыми чиновниками, в том числе из музея Коровейского. Они не против, да, и музей идет навстречу обычно. У нас уже была такая история, мы лепнину Джамухадзе смогли сохранить с ребятами, тоже с дома сломанного на Красноармейской. И тут вопрос механизмов, да, то есть нужно это все придумывать заново. Вот в общественной палате мы будем это обсуждать в следующем месяце уже. Вопрос сохранения, может быть, элементов деревянного зодчества, еще чего-то. Надеюсь, что и то, что состоится под гиды губернатора, тоже даст определенный импульс. Но проблемы, конечно, есть. Проблемы очень большие. И насчет еще исторического поселения. Оно может выступать очень хорошим инструментом сохранения культурного наследия, но надо научиться им еще пользоваться. Потому что вообще вот эти все вопросы, годостроительство, они же касаются огромного количества еще юридических документов. Это то, что касается регламентов, правил земледеления, землепровождения, застройки и так далее. Мы ездили на том Сорфест, и стало очевидно, что для того, чтобы заниматься всеми этими вопросами профессионально, нужны колоссальные компетенции. У нас в городе говорить на таком языке могут далеко не многие, и самих активистов тоже не очень много. Там, слава богу, Игорь Багин подучил все это, и сейчас пишут там запросы и так далее. То есть это еще вопрос очень сложный, то есть это вопрос пестования активиста как такового. То есть не просто горлопана, который там где-то выступает и имеет какие-то позиции. Тут нужно еще аргументированно выступать там и на общественных слушаниях. Ну, конструктивно, да, все это делать? Да, имеется в виду, конечно, конструктивно, потому что вопрос-то такой достаточно тонкий. Вот вопрос сохранения каких-то элементов зданий, которые необходимо сносить, то есть необходимо, по мнению кого-то, сносить, которые сносятся, разрушаются. Это имеет мировую практику, когда сохраняют наличники, сохраняют какие-то элементы внешнего обустройства здания? Потому что, вот вы говорите, удалось все-таки сохранить лепнину с домов по Красноармейской. И есть ли инициатива, может быть, призыв к властям, может быть, предложение так поступать в дальнейшем? Ну, я могу сказать, что есть инициатива снизу, это абсолютно точно, потому что в прошлом году, когда дом Лаптева сносили на Красноармейской, мне написал какой-то парень, я его вообще не знаю, он достаточно молодой, что я иду по улице, я вижу, что вот сейчас ломают дом и куски лепнины жмухадзе, которые вообще уже практически здесь нет, да, потому что его дома, они стали пропадать еще в 80-е, 90-е, все-таки ему уже почти 100 лет, они валяются здесь. Я сходил, говорит, он в магазин, купил мешок, я спросил, можно взять, ему, говорит, да, бери, а он взял и собрал, и он говорит, что мне делать? Я сейчас уже думаю, а что ему делать? Ну, мы поговорили с Михаилом Сергеевичем Судовиковым, с директором Кровеческого музея, он говорит, ну, давайте к нам, мы возьмем там Людмила Семенникова, который часто здесь бывает, тоже человек, который нас тоже всегда вроде поддерживал, она говорит, давайте возьмем на баланс, да, это очень здорово, такие примеры были и раньше, и в 80-е, и в 90-е годы, и договаривались с музеем в Осенцовом взять что-то на хранение, постоянную композицию, да, то есть это компромиссный, конечно, вариант, потому что здесь это происходит в ситуации, когда мы уже точно знаем, что мы не можем спасти эти дома, потому что их уже признали аваирийными, ранее у них не было никакого статуса, то есть они не памятники, не региональные, не муниципальные, не федеральные, и сейчас, ну, к сожалению, это происходит от апатии, от того, что уже эти дома потрясающие мы спасти не можем, но мы можем спасти хотя бы их элементы, или лепнины, или фасада, потому что ведь, например, многие деревянные здания, большая часть вообще не имеют никакого статуса, опять же, да, и в городах русских деревянная застройка пропадает полностью, хотя, ну, зачастую она не такая уж и плохая, и обладает интересными визуальными какими-то материалами, но она больше никогда не появится, и хотя бы какие-то наличники сохранить и так далее, а если обратиться в прошлое к опыту, то я уже читал в газетах, в других книгах, там, о том, что вятский энтузиаст, наш замечательный, там, во главе с Владимиром Любимым, и Анатолием Кинским, они хотели еще в 80-е создать музей здесь деревянного зодчества в городе Кирове, да, то есть, опять же, если мы говорим про музей, музей это всегда объект туристической инфраструктуры, это очень важно для города, для постижения его, но тогда не получилось это сделать, вот какие-то инициативы тогда получилось воплотить, какие-то не получилось, и может быть, вот это вот, то, что сейчас происходит, это повлечет за собой вот тоже рост интереса к этой теме, а может быть, к сохранению деревянных зданий, потому что, ну, если обращаться к другому опыту, мы видим, как это происходит в тех городах, где, например, проводится Томсуэрфест, про это мы говорили уже здесь, в этой студии, что, на самом деле, те здания, которые реставрируют рамках Томсуэрфеста, они в основном, это не здания, не памятники, это рядовые здания со 100-150-летней, 200-летней историей, в основном деревянные, ну, вот элемент их спасения, это участие жителей в их жизни, это участие жителей в жизни старого города, и только, может быть, так и можно спасти, потому что бодаться с чиновниками, там, подавать прошения о том, чтобы их там сохранить и так далее, зачастую это биться головой о стенах, а вот когда вот такие низовые инициативы есть, когда происходят, с ними приходится считаться, поэтому здесь можно только призывать людей более с участием к своему городу относиться. У меня остается один вопрос, у нас остается буквально полминуты, две книги вы выпустили, путеводитель по старой вятке, путеводитель по вятке, которой уже нет, по исчезнувшей вятке, ожидается еще одна книга, ну, по крайней мере, вы заявляли об этом, планировалось изначально, что она захвачит советский период, что в этом направлении? Ну, во-первых, мы планируем осенью переиздать оба на ваших путеводителя, потому что сейчас их нигде нельзя купить, кроме того, как в городе Санкт-Петербурге в магазине вятские народные промыслы осталась одна книга, наш один путеводитель, так что кто успеет, тот молодец. Вот, планируем не только переиздать, но и дополнить, очень хотим сделать там какие-то элементы, в качестве алфавит там и так далее. А что касается советского путеводителя, то да, такая идея у нас существует уже очень давно, мы ведем подготовительную работу, но его появление очень сильно зависит от экономической конъюнктуры, то есть элементарно, у нас же общественный волонтерский проект, то есть если будут деньги, мы его издадим, если не будет, ну не знаю, может быть он появится позже, а когда, это никто сказать не может. Покажет время. Покажет время. Ну а пока что мы можем сказать, что график ближайших прогулок Пешком Повятки размещен в группе ВКонтакте и также на сайте пешкомповятки.рф. Ожидаются новые прогулки, вся информация на сайте, ВКонтакте. Мы благодарим нашего гостя, историка, одного из авторов проекта Пешком Повятки, Антона Касанова. Юлия Афанасьева. Александр Асохин. Всего доброго. До свидания.